И-и-и-и-и-я Итак, президент общества Сторожевой башни, Роберт Сиранко, обсудил животрепещущую тему, исключения из собрания. Для обоснования этой процедуры он привел пару текстов. Затем он побудил адептов придерживаться этого любящего мероприятия. Примерно, во второй части, докладчик недвухсмысленно акцентировал на то, что преданные адепты должны бойкотировать своих близких родственников. К сожалению, руководители религиозной организации побуждают свою паству разорвать семейные узы и объявить исключенным родственникам бойкот. Они любили меня и хотели, чтобы я вернулась к Иегове. Я пыталась звонить им, чтобы просто поговорить и услышать их голос. Я так скучала по своей семье. Их тоже тянуло ко мне. Но они знали, что если они хоть немного пообщаются со мной, просто узнают, как у меня дела. Даже эта капля утолила бы мою жажду общения. Последние недели и так были очень тяжелыми. Но потом стало еще сложнее. Я знала, что в Библии говорится не поддерживать общение с теми, кто не живет по библейским принципам. Но я не думала, что это когда-нибудь коснется меня. Кстати, в последнем эпизоде, где Лиза не отвечает на телефонный звонок, я опубликовал в английском варианте с русскими субтитрами. Сделал это для того, чтобы вы услышали не металлический голос переводчика, а голос настоящего человека и прочувствовали всю материнскую боль. Так как этот видеофильм создан обществом Сторожевой Башни и представлен умаляющий голос женщины, то руководители в полной объеме осознают родительскую боль, но тем не менее, побуждают свою паству разорвать всякое общение с исключенными родственниками. Самое интересное то, что ответственность возлагают на тех, кто лишен общения. Брат рассказал, что когда его сын стал вести себя неприемлемо, это словно поставило стену между ними. Заметьте, отец признал, что это не Иегова поставил стену между ними, а его сын. Более того, докладчик множество раз акцентировал внимание на том, что бойкот приведет к истинному покаянию. В действительности же покаяние, основанное на принуждении вернуть любимых, не является настоящим покаянием. И это надо запомнить. Покаяние, основанное на принуждении вернуть любимых, не является настоящим покаянием. Давайте поговорим об исключении из собрания. Для начала рассмотрим библейское основание для такой меры. Мы находим его в пятой главе первого письма Коринфянам. Откройте это место. Первое Коринфянам, пятая глава, мы начнем читать с девятого стиха. Посмотрите, что Павел пишет под вдохновением от Бога. В своем письме я писал вам, чтобы вы не общались с развратными людьми. Но я не имел в виду, что нужно полностью отделиться от развратных людей в этом мире, или жадных, или вымогателей, или идолопоклонников, иначе вам пришлось бы уйти из мира. Итак, нельзя сказать, что мы избегаем несвидетелей. Мы общаемся с соседями, сотрудниками по работе, одноклассниками и другими людьми, и проповедуем им. И мы не можем изолировать себя от безнравственных людей. Если же брат ведет такую жизнь, это другое. Посмотрим одиннадцатый стих. Но сейчас я пишу вам, чтобы вы перестали общаться с тем, кто считается братом, но при этом остается развратником, или жадным, или идолопоклонником, или засловищем других, или пьяницей, или вымогателем. С таким человеком даже не ешьте. И стих 13 «Удалите от себя того, кто творит зло». Заметьте, что эти вдохновленные Богом слова – не рекомендация, а прямое повеление. Действительно ли это было прямым повелением, и все христиане из Коринфа должны были исполнить? Ответ мы найдем во втором письме. Примерно через год апостол Павел пишет еще одно письмо в Коринф и говорит о прощении и утешении со стороны соверующих. Кроме того, в этих словах мы находим два интересных момента. Наказание, методом лишения общения, было не от всех, а от большинства. Основная разница между рекомендациями и повелением заключается в степени их принятия. Повеления являются жесткими и должны обязательно следоваться при выполнении какого-либо задания. В то же время, рекомендации являются мягкими и могут быть игнорированы, если вы считаете, что они неприменимы для вас. Ну и по факту мы видим, что некоторые члены собрания в Коринфе проигнорировали то, что сказал Павел. Более того, Павел не поставил им их действия в упрек. Также Роберт Сиранко привел текст из второго послания Иоанна. Мы уже читали об этом в первом Коринфе 5.11 «Перестать общаться с таким человеком и даже не есть с ним». А во втором письме Иоанна, 10 стихе, записаны следующие повеления «Не принимайте его в своем доме и не здоровайтесь с ним». «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». И вот это уже повеление. Но обратим внимание на контекст. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти, такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». По контексту говорится о неких учителях, которые не исповедуют Иисуса Христа. Второй момент – те, кто не пребывают в учении Христовом. И тут возникает очень важный вопрос. Так как руководители сторожевой башни постоянно корректируют свои библейские понимания, то все предыдущие интерпретации не соответствовали истинному учению, а значит, сами руководители не приносили Христово учения по домам, и по факту являются обольстителями и антихристами. Ведь смысл этого библейского текста в следующем. Итак, библейский текст из Иоанна ограждал истинных последователей Христа от лжеучителей. Если ваш родственник исключен из собрания и не пропагандирует откровенную ересь, то этот библейский текст к вам вообще не подходит. От слова «вообще». Давайте подведем некие итоги. Лишение общения и бойкот являются краеугольным камнем в основе сторожевой башни. Руководители секты настойчиво, упорно и постоянно заставляют кошерных свидетелей отречься от близких родственников. С чем это связано? Те, кто прозревает от лжи руководителей, стараются донести правду до самых близких людей. И этими близкими являются в первую очередь родственники. Общество сторожевой башни и их руководители будут до последнего контролировать жизнь своих адептов. Для этого будут использоваться разные библейские тексты, которые будут трактоваться на свой лад. Шантаж семейными узами – самый эффективный способ держать паству в узде. Но, то, что вы об этом каждый раз говорите и создаете новые ролики, говорит о том, что большинство ваших адептов наплевали на ваши законы и имеют общение с исключенными. Такое общение не проходит даром и сход из секты исчисляется двумя сотнями тысяч каждый год. Этот процесс вам не остановить. Мы, умеем читать между строк, и понимаем следующее. Чем больше вы об этом говорите, тем отчетливее заявляете о проблеме. С другой стороны вы и не можете и умолчать. В шахматах это называется цукцванг. Положение в шахматах, в котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Хотя вы очень живучая секта, но у вас есть еще одна большая проблема. Ваше сообщество быстро стареет и скоро вы достигнете критической отметки, после которой омоложение может не произойти. Секта будет медленно стареть и угасать, а в определенный момент времени произойдет резкий обвал, приток молодых будет минимальный, а смертность стариков – высокая. Но большинство руководителей это не увидят, так как сами отойдут в мир иной. Друзья, я постарался осветить лишь небольшую часть речи президента сторожевой башни. Не хочу вас долго утомлять, вы и так все прекрасно понимаете и знаете. Только лишь прошу, оставьте конструктивный комментарий ради тех, кто еще находится в плену секты. Берегите себя.